До юбилея у института леса открыли музей. Тут ведь, саправды, уникальные экземпляры, как, например, вот эта книга об пригажности лесу. Она была выдадена еще в Германии в довоенные часы. После того, как книга трапела у Гомеля, она призначалась только для службового крестания. Хотя в уголе маловядомых сторонок у истории института, напыльный не шмат, белорусский науково-доследший лястый институт у Гомеля открыли в 1930-м годе для практичной допомоги лесной господарцы. Сегодня одна из самых актуальных проблем, над якой працуются новоколцы – изменение климата и, как выник, заявление новых шкодников и хвороб, гибель традиционных для этих местин рослин. Проблема настолько масштабная, что выражать ее можно только с уместными намаганиями в ученых разных краин. Серьезные изменения климата ведут к тому, что усыхает ель, если смотреть в Украину, с Карпат и практически до Прибалтики. Ей не хватает влаги, ей не хватает почвенной влаги, поверхностно-корневая система, и поэтому надо искать какие-то другие породы или технологии выращивания, которые давали, чтобы леса были более устойчивыми. С этой нагоды на конференцию УГОМИЛ запросили в ученых из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Будучие лесов хвалюя усих, тем больше, что процесс потепления закранул усей европейской краины. Кожный зудейник делится своими напрасовками и вельми верагодно, что они будут выкарстаны у соседев. Что ты сагамильчан, то они – сирот пионеров в глине генетичных доследований. Отриманные тут напрасовки дозволяются уже зараз сказать об реальности вырошивания лесов загадя задательными якостями. Сегодня мы уже подошли к полногеномному секвирению, то есть расшифровке генетической структуры данных деревьев. Это уже значительно сокращает этап селекционной работы, потому что мы будем видеть, какие гены отвечают за конкретные признаки, и, соответственно, уже вести отбор. Особенность большинства сучастных науковых распрасовок – их практичная накеруванность. Лесная господарка, как и любая иншая глина, повинна приносить прибыток. В опочный час в Беларуси проведена модернизация древопрасочных предприемцев. Теперь главная задача науковцев и практиков – забезпечить их якостной сыровиной. Пора прекращать экспорт круглых лесоматериалов. То есть это рабочие места, если мы здесь будем перерабатывать, это налоги. Поэтому и работа совместная, которую ведет Министерство лесного хозяйства и Института леса, она направлена именно на эту цель, чтобы вырастить высококачественный, высокопродуктивный, разнопородный состав леса. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель».